Недавно мы показывали сюжет о том, как в 96-м году областной департамент миграции выдал прибывшим из Монголии пенсионеру Мизану и его детям трехкомнатную квартиру в районе Голубых прудов. Десять лет назад законные квадратные метры у хозяев отобрали. На сегодняшний день пенсионер Мизан так и не смог добиться справедливости от вышестоящих инстанций. Мизан живет в доме своего зятя. Прошло уже около 10 лет, как у пенсионера отобрали его собственную квартиру. Вся эта неприятная история началась, когда сотрудники полиции и КСК зимой 2002 года выгнали из квартиры сына Маукитана Монголхана, применяя силу, а затем поменяли дверь. Выгнали его по той причине, что у него была задолженность. Вот так он остался без квартиры и умер на улице. Когда я к ним ходил, они сказали, что отказываются возбуждать уголовное дело. Сколько времени прошло с тех пор? Нет никаких изменений. Я вообще не понимаю, почему дело, которое является незаконным, не решают. Насколько я знаю, в законе о миграции написано, что те аралманы, которые получили квартиры до 2007 года, являются собственниками. Жилье, выданное после 2007 года, принадлежит государству. Но почему-то на этот закон никто не обращает внимания. Последним визитом Мизана в прокуратуру был две недели назад. Там его заново попросили написать заявление и велели прийти через две недели, рассказывает пенсионер Мизан. Я ходил в прокуратуру Октябрьского района. Там мне ответили, что старый помощник прокурора там больше не работает. И дело рассматривает другой заместитель. Сказали, что через две недели будут результаты, и они с нами свяжутся. Но прошло уже больше двух недель, но изменений нет. На сегодняшний день здоровье у пожилого человека по инстанциям ходить не позволяет. В городе живет лишь потому, что каждый день нужно ходить на лечебные процедуры. Мало этого, так тут еще и хозяйка. Их законная квартира написала на них заявление. Якобы дед Мизан и его супруга не дают им жития. В целях уточнить причину поданного заявления мы пытались поговорить с хозяйкой квартиры, но нарвались на ее негативную реакцию. Здравствуйте, это с телевидением беспокоит. Здравствуйте, это с телевидением Первый Королевский. А что? Здесь раньше живет у мамы, да? Здравствуйте. Женщина, подожди. Женщина, подождите. Надо нас посылать. Как отмечает жертва этой истории, никаких сдвигов нет. Как говорится, Бог не в силе, а в правде. Пенсионер Мизан вот уже на протяжении 10 лет не может доказать свою правоту. Несмотря на то, что все документы, которые оформлены на имя сына, имеются у пенсионера, он продолжает бороться за свою квартиру. Мы по поводу квартиры писали письмо и президенту, и главному прокурору города Астаны. Они пообещали сделать проверку, но отдел полиции Майкудукского района категорически отказывается возбуждать уголовное дело. Мы просим вас в этом посодействовать. У моего мужа нет здоровья бегать с этими проблемами. Сколько можно? Я двух сыновей потеряла за один год. Нам нелегко. Где написано, что дело нужно тянуть столько времени? Вот так пенсионер просил помощи почти у всех, но на заявление, которое им подавал, никто не реагировал. Теперь он намерен навестить резиденцию главы государства. Мы будем следить за данной ситуацией и надеемся, что этой истории будет счастливый конец. Мирамгуль Салкимбаев, Лжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.